Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам и покажу, что необходимо сделать с кустарниками в августе месяце на примере жимолости. Жимолость нас порадовала или не порадовала урожаем, но все равно в августе нужно ей помочь заложить плодовые почки. Она нарастила новые побеги. В моем случае жимолость не склонна к большому побегообразованию, поэтому у меня скорее не обрезка формировка, а именно обрезка санитарная. При обрезке каждого растения необходимо наблюдать и смотреть, как она конкретно в ваших условиях реагирует на эту самую обрезку. То ли это стрижка, то ли это вырезка конкретно побегов, которые, например, вот усыхающий побег. Что с ним такое, я не знаю, но в любом случае я вырежу его на кольцо. Принципы обрезки у всех растений одинаковые. Режем либо, если хотим убрать ветку полностью на кольцо, либо укорачиваем на почку, из которой разовьется новый побег. Или два побега, или три побега, в зависимости от типа растения. Но в любом случае нужно добиваться того, чтобы растения не были у вас загущены. Потому что при сильном загущении риск возникновения грибных всевозможных заболеваний очень возрастает. До начала обрезки обратите внимание на свое растение, что ему нравится, что ему не нравится. Почитайте в интернете хотя бы те моменты, как оно формирует крону. Молодые кустарники я тоже резать не рекомендую, жимолости. Дайте ему корениться и набрать вегетативную массу для наращивания, конечно же, корневой системы. А однозначно необходимо удалять все сорные растения из-за приствольного круга. Конкретно на этом растении явно есть загущение. И давайте посмотрим, как лучше к нему вообще подступить. С какой стороны вообще подступить. Друзья, вы, наверное, обращали внимание, что все кусты, все деревья, вот такие, которые показывают, а у меня не такое. Я прихожу с этой книжкой, с этим видео, к дереву подхожу, а оно не такое. Поэтому запомните просто простые принципы любой-любой обрезки. Так какие же все-таки это принципы обрезки? На самом деле все просто. В первый проход убираем все больное, все засохшее, с любого растения и кустарника. Осматриваем на предмет обломленных веток. Если они есть, то их сразу, непосредственно за первый проход удаляем. Следующий проход у нас мы смотрим на наличие загущающих веток, которые трутся друг об друга, пересекаются друг с другом, мешают расти другим веткам. Убираем, конечно же, сорные травы всякие. Друзья, и нужно понять о том, что, посмотрев сотни, десятки видео в интернете, вы все равно пока не начнете обрезать свои растения, не научитесь. Поэтому, если вы решили для себя, что вы хотите научиться обрезать свои растения, то берите секатор в руки и обрезайте. Другого варианта научиться нет. Вот вроде бы, да, вот кустик спокойный, похожий, да. Мы должны выбрать на любом кусте, кусту, кустарники, наверное, правильно. Это скелетные ветви, которые у нас составляют основу структуры кустарника вот этого вот. Жимолость растет достаточно долго, поэтому ветви можно формировать несколько лет спокойно. Все, что видите, больное, сразу удаляем под нож. Вот удалили, все, бросили в костер или в шрёдер, в уничтожитель. Все тоненькие, больные, надломленные веточки обрезаем. Они нам толку не дадут никакого. Растущие в центр тоже убираем. Убираем. Продолжение следует... Продолжение следует... Но потом есть химия у себя на участке не хотелось бы, конечно. Сразу говорю, это достаточно сильная обрезка. Можно ограничиться более щадящей обрезкой. Вот что получилось у нас с кустом. Крона стала дышащей, продуваемой. Я надеюсь, что растению не понадобится никаких химических обработок. После того, как вы провели обрезку, необходимо подкормить растения такими веществами, как фосфор и калий. Для того, чтобы они смогли хорошо восстановиться, залатать свои раны, которые вы им нанесли. И все с ним будет в итоге хорошо. Вот с этим вот кустарником что сделать? Что здесь отрезать? Что здесь удалить? В принципе, у него оголенный низ. Но загущенная вот здесь часть. Поэтому на этом кустарник конкретно я поставлю вот здесь вот распорку, чтобы развести вот эти скелетные ветви. А вот эту веть, которая, скорее всего, в итоге ляжет, я удалю через, наверное, в следующем сезоне только. Друзья, будьте аккуратны, потому что при установке распорок вы можете сломать просто вот эти вот ветки, куст. Поэтому лучше распорку расширять со временем. То есть поставили, через пару недель подошли, еще сделали пошире. Распорочку я сделал, нашел из полипропиленового куска трубы. И остатки веточек вот так вот отрезал с расчленениями, видите? Вот они они. И получилось просто шикардос, на мой взгляд. Друзья, если вы подчеркнули что-то полезное из моего видео, поставьте, пожалуйста, лайк. До свидания, друзья. Хорошего вам урожая. Берегите свой сад.